В Речицком районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении молодого человека, директора туристических фирм, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Заседание проходит в открытом режиме и продлится не один месяц, так как уголовное дело насчитывает более 20 эпизодов. Жертв обмана гораздо больше. 11 января в суде началось слушание уголовного дела по обвинению 23-летнего речищанина в совершении преступлений, предусмотренных частью 3, частью 4 статьи 209, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и статью 378, хищение либо уничтожение личных документов Уголовного кодекса Республики Беларусь. Точка зрения прокурора в уголовном процессе, обвиняемый под предлогом оказания туристических услуг, обманывал клиентов. По уголовному делу проходит порядка 25 лиц, потерпевших от указанных преступлений. В своей деятельности Москалев заключал фиктивные договора на оказание туристических услуг, заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. После чего завладевал денежными средствами и использовал их по своему усмотрению. Находясь в должности директора ЧТОП «Роял-М» туристической фирмы, в период времени с 2013 по 2014 год завладел денежными средствами граждан на общую сумму более 52 тысяч динаминированных рублей. В период времени, относящийся к 2015 году, находясь в должности директора вновь образованной им туристической фирмы ЧТОП «Грин Тревел», завладел денежными средствами граждан на общую сумму, превышающую 10 тысяч белорусских рублей. Свою позицию государственный обвинитель изложит в прениях на судебных заседаниях, которых, судя по эпизодам, будет немало. Предположительно, судебный процесс затянется на несколько месяцев, так как пострадавших от деяний директора мошенника много – около 50 человек. Ведь люди планировали отдыхать семьями. По словам Александра Володькина, пока обвиняемые свою вину не признают. Субтитры создавал DimaTorzok